Бонджорно, кумрады! Всех приветствую! Сегодня мы с вами в гайде поговорим про таланты, про ПВПшные таланты, немного затронем экипировку, чарки, характеристики, про питомцев поговорим, которых нам нужно приручать, и еще немного игровых моментов тоже затронем. Ну все, погнали! Таланты общей ветки. Вот таким вот образом они у меня выглядят, можете посмотреть. Ссылочку на билд я оставляю в описании, чтобы вы могли быстро импортировать себе весь набор талантов. Ну, а я еще проговорю основные моменты, которые могут вас интересовать. Ну, давайте, наверное, по стандарту. Ошеломляющий выстрел или связующий? Я бы рекомендовал брать ошеломляющий, потому что, первое, быстрее кдшится, и, во-вторых, это стопроцентный контроль. Ну, это не стан. Стан у нас уже есть на 5 секунд устрашения, мы его берем тоже всегда. Поэтому связующий выстрел будет попадать под диминишинг. То есть, если вы застанели цель вот этим образом, то второй раз уже будет полторы секунды вместо трех от данного связующего выстрела. Это первый момент, да? И второй момент, эту связку не всегда и не все рвут. Поэтому еще не стопроцентный контроль. Здесь же мы на 100% уверены, что 4 секунды противник будет просто АФКшить от нашего ошеломляющего выстрела. Поэтому берем данный талантик. Он еще у нас может стакаться с замораживающей ловушкой. То есть, сначала его, потом ловушку, или сначала ловушку, потом его. Как уж получится. В общем, нормально так все энергии. Та отвали, не мешай мне тут. Ну, в общем, разобрались. Здесь у нас ошеломляющий выстрел в приоритете. Идем дальше. Следующая вариация, которая, в принципе, возможна, да, наверное, это Звериный Натиск или Шакрам Смерти. Берем всегда Шакрам, потому что, опять же, КД быстрее, урона больше и баф на физический урон тоже лучше. Потому что здесь мы получаем лишь шанс на крит. Короче, Шакрам тоже в приоритете. Всегда берем его. Тут у нас Альфа-Хищник вместо Инстинкта Убийцы. Думаю, пояснять не нужно. Можно просто прочитать описание. Это, типа, на то, чтобы больше добивать цели. Но это, я считаю, ПВЕ-шный талант в этом плане. Альфа-Хищник для ПВП нам лучше подходит. Что можно изменить? Давайте вот так вот скажем. Ну, во-первых, не всегда нам нужен камуфляж. Конечно, очень приятно из инвиза начинать. Если у противника еще нет инвизеров, допустим, или нет ДХ, который вас палит, раскидывать трапы в самом начале боя очень бывает приятно. Без вопросов заходите противнику там в спину, закидываете и живете красиво. В общем, нормальный такой солидный старт у вас получается. Но если вы понимаете, что он вам не нужен, просто данный талант забираем, и можно засунуть его либо в омолаживающий ветер вторым поинтом, либо в природное лечение вторым поинтом, либо в непокорный дух. Вообще, смотрите, как я рекомендую вам делать. Улучшенные ловушки берем в двоечку, мне кажется, обязательно, потому что настолько часто мы хотим использовать наши ловушки, насколько это возможно. И замораживающую, и рутающую трапу. В общем, все ловушки мы хотим максимально часто. Ну, вот максимально часто использовать. А 5 секунд срезания КД – это очень солидно. Ну, прямо очень солидно. 2,5 не так ощущается. 5 прямо хорошо. Поэтому здесь берем в двоечку. Можно единичку взять на омолаживающий ветер, можно на непокорный дух, можно на природное лечение. Эти три таланта, в принципе, у нас взаимозаменяемы, скажем так. Если вы чувствуете, что вы не хотите получать дополнительные анти-КД, скажем так, на нашу хилочку, на нашу единственную кнопочку, на вот эту вот наживость, тогда мы отсюда талант забираем, а просто сюда его засовываем на 8 без проблем. Или отсюда вот сюда берем двойку. В общем, смотрите, что вам больше хочется. Если вы хотите быстрее КДшить черепашку, дух гепарда и так далее, тогда вот сюда. Если хотите, чтобы вам еще и дополнительные ХП восстанавливались с живости, а не ускоренное КД, тогда берем омолаживающий ветер. Я решил понемножечку взять от каждой из этих штук, ну, за исключением непокорного духа. Не хочу я быстрее от КДшить черепаху и дух гепарда, мне как бы это не особо важно по играм, насколько я понял. Я бы хотел, чтобы у меня живость быстрее КДшилась и чуть больше восстанавливала. Иногда это приятно. В принципе, можно вот так вот сделать. Тоже вполне себе рабочая схема. Но с талантами Повелителя Зверей все вообще очень просто обстоит. У меня для вас только две вариации, больше я не придумал. Первая это либо через Зверского Спутника, и вторая через Ужасного Зверя. В общем, либо то, либо другое. Я, в принципе, бегаю и так, и так. Но в основном, 80% моих игр я выбираю Зверский Спутник. Я думаю, что можно здесь, в принципе, ничего не менять. Все так же оставляем. Здесь выбираем вместо стаи воронов Кровопролитие. И здесь тоже правый талантик. В общем, если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях. Но, думаю, самый оптимальный вилд выглядит именно таким вот образом. Конечно же, не забываем про группу в Телеграм-канале. Все ссылочки в описании. Расклад по ПВП-способностям тоже всего лишь один. Я не знаю, почему такая маленькая вариативность у этой специализации у этого класса. Но это факт. В общем, Жала Химеры. Первый ПВП-шный талант. Максимально интересная способность. Сначала замедляет, потом немоту накидывает. А еще сверху третьим эффектом уменьшения урона и уменьшения силы исцеления на 20%. Очень, очень приятно, очень интересно. Берем всегда. Рев жертвенности. Ну, это такой дополнительный сейв, который немного урона по нам скосит, срежет. В общем, надо брать. Проблемы с выживаемостью у нас есть небольшие. Это нам немножечко поможет. Ну, и также можно сказать, что это талант на выживаемость. Тактика выживания. Притвориться мертвым рассеивает магические эффекты и уменьшает получаемый урон на 90% на 1,5 секунды. Очень, очень крутая способность. Когда в нас летит что-то очень больное, допустим, мы понимаем. Нажимаем, доджим этот урон практически весь и еще и отрицательный эффект снимаем. Короче, супер топ. Что касаемо питомцев, народ, то здесь у нас две основные вещи. Ну, во-первых, смотрите, чтобы специализация ваших пэтов была хитрость. Это дает нам пассивку. Знание троп. Мы бегаем быстрее на 12%. Также мы еще дополнительно за счет чарок разгоняемся. И наша базовая скорость передвижения будет просто космическая. Это формула 1 какая-то. Мы не бегаем, а просто летаем по земле. Это первый момент. Второй момент то, что у нас активная способность диспелит либо с нас, либо с цели, на которую мы направляем эту способность. Руты. Очень полезно бывает, во-первых, чтобы от всяких там варов, монков убегать. А во-вторых, допустим, если против вас сова, то есть друид Мункин, да, друид Баланс, у него стандартная комбинация, это он кидает корни на вашего лекаря и туда столб света ставит, чтобы он кастовать не мог. Так вот, мы за счет этой способности просто диспелим эти руты с нашего лекаря, и он спокойно выбегает из этого столба. Короче, очень приятно, очень прикольно, всем рекомендую. Но на что стоит обратить внимание, так это на то, чтобы у данных питомцев ваших, хитрых, была особая способность, направленная на понижение получаемого целью исцеления, которую они бьют. Она может быть разная, может быть на замедление, может быть на еще что-то. Вот вам нужно, чтобы ослаблялась получаемая целью исцеления. Я знаю, что такая пассивочка, ну, точнее, особая способность есть у рапторов, соответственно, у гиен еще есть способность. Но лучшим вариантом, самым лучшим вариантом, это у нас будет костяной ящер такой. Это нужно будет немножечко подзапариться, как именно его там приручать, я даже особо не помню, не знаю. Вы его так сами не приручите. Нужно либо нежитью быть, по-моему, либо какую-то шмотку выбивать. У него, соответственно, у нас все то, что нам нужно, это изнание тропы, приказ хозяина на диспел рутов, плюс особая способность на понижение исцеления, но он еще и является нежитью, и поэтому на него не будет работать фиры на такого пэта. Короче, это максимально приятно и максимально классно. Погнали посмотрим, что у нас по характеристикам, и тогда уже к шматью будем перебираться. В общем, смотрите, две наши основные характеристики – это скорость и универсальность. И скорость, наверное, будет даже важнее, чем верса. Мы будем всякие чарки и камни в основном на нее, на скорость накидывать. Дальше идет искусность, ну и все, что остается, это уже идет в Крит. Поэтому для начала мы пытаемся, смотрите, посмотреть, что у нас продается, какое оружие. За завоевание он продает пушку, которая дает Крит универсальность. Это нам вообще не подходит. Поэтому мы в идеале, конечно, нафармить немножечко очков, как они там, кровавых жетонов, купить вот эту пушку на скорость универсальности, и потом проапгрейдить ее у соответствующего непися за 14 трофеев раздора. Это можно нафармить за две недели. Получается, два раза делаете недельный квест, и вам дают 16 очков. Вот за 14 пора улучшаете. Короче, пушку по-любому нужно покупать за очки вот эти кровавые жетоны. Да, за кровавые жетоны. И по аналогии с этим дальше весь шмот, смотрите, какой есть. Что касается тринькетов, то я бы вам порекомендовал, ну, естественно, сначала брать просто триньку, которая медальон, которая снимает все отрицательные эффекты контроля, направленные на нашего персонажа. Ну, это стандарт. А вот вторым аксессуаром я бы вам рекомендовал брать эмблему. Потому что у нас, опять же, плохая выживаемость довольно, и нужно максимально ее усилять. Вот с этой штукой, которая нам предоставляет дополнительные хпшки, да, на некоторое время очень приятно нам бегается, на самом-то деле. Поэтому берем вот такие вот две штучки и не паримся. Переходим к чаркам, народ. Значит, смотрите, здесь мы на пушку накидываем высокочувствительный тепловизор. На кольца чары на плюс 82 скоростью накидываем. И если у вас есть возможность туда вставить, конечно, камни, тогда вставляем камни на скорость и универсальность. Чары для обуви, ветер равнин, на понож лютые накладки для брони, для наручки посвящение быстроты, допустим, на нагрудник. Пробужденные характеристики можно для плаща, скорость идущего домой. И не забываем, что в шею мы можем три гема вставить. Вырезаем три гема, три слота под них, и засовываем зеленые камушки на скорость универсальности. Вот такой вот гайд, народ. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось и вы хотите поддержать мой канал, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь. И не забывайте про группу в телеграм-канале, все ссылки в описании указаны. Я же с вами прощаюсь и увидимся в новых видео. Всем пока.